Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня опять про DaVinci. Я боюсь, что все уже поюзали шестнадцатую версию, я немного припозднился, но раз уж я обещал рассказать о закладке CAD, обещание свое должен сдержать. Собственно, закладка CAD по идее призвана значительно ускорить и облегчить монтаж. Но, как сказал один умный человек, сначала надо ее погонять полгода, привыкнуть и потом уже станет понятно, упрощает ли она процесс или усложняет. Я бы сказал, ну так, на первый взгляд, что здесь осуществляется первичный монтаж. И для этого действительно закладка вполне подходит, она удобнее, чем закладка едет. Но когда мы не просто накидываем сюда клипы, а начинаем, например, их двигать, причем, не дай бог, они еще и на двух дорожках, мы получаем вот такую историю со звуком, например. Какой там звуковой трек куда наедет, неизвестно. Звука здесь в принципе нет, ну полноценного рабочего пространства под работу со звуком. Но если оставить это в стороне и действительно относиться к закладке как к месту для первичного монтажа, то, конечно, вау, круто. Тут есть две таймлинии. Одна схематично показывает весь проект, независимо какой он длины, все умещается от края до края. Вторая дорожка уже не схематичная, а вполне стандартная. Масштаб и на верхней, на нижней дорожке не изменен. На нижней он такой типа оптимальный для работы, причем тут интересно, что на нижней дорожке не playhead перемещается относительно клипов, а клипы относительно playhead. И тут нет возможности выбрать способ монтажа. На нижней дорожке только trim. То есть отодвигая края, мы отодвигаем соседние клипы. И в центре такой значок, который обозначает, что мы можем примить изображение в границах клипа. Тем, кто не знает, что такое trim mod и selection mod, смотрите вот этот, скринкаст, а лучше всю серию по DaVinci. Вообще trim тут, конечно, весьма прикольно реализован, то есть можно вот прямо покадрово тримить. Тут вот у нас склейка и соответственно левой и правой треки. Мы можем их или укорачивать или удлинять. Также здесь есть стандартные кнопки типа replace, override и так далее. Более того, тут есть еще некая интеллектуальная система выбора действия, то есть в зависимости от того, насколько долго вы держите клип, программа сама будет решать, что вы собирались сделать. Replace или override. Но это в двух словах не расскажешь и мне кажется, что это уже лишнее. Это не для первичного монтажа. Первично надо просто выбрать клипы и накидать их на монтажный стол. А уже точной подрезкой надо заниматься в закладке edit. Но это на мой скромный взгляд. Если у вас другое мнение, пишите в комментариях. Поспорим. Но все-таки еще паре функций, которые скорее относятся к финальной стадии монтажа, чем к первичной. Но при этом черные маги вынесли их сюда отдельными кнопками и активно подчеркивают их наличие. Во-первых, Dissolve, который имеет тут отдельную кнопку и отдельную постройку под вьювером. Ну то есть столько понтов, а функция-то объективно редкая. Вот прямо лучше ей вообще не пользоваться. Это только Коппола в апокалипсисе делает крутой Dissolve вначале. Вообще Dissolve с художественной точки зрения сложная штука. А вот это весьма удачная фишка. Они вынесли все окно инспектор вот сюда, под вьювер. И в принципе все полезные настройки, если не нужно добавлять ключевые точки, все здесь есть. Причем действительно все, ну или почти все, что есть в инспекторе. И даже новые появились, вот например Stabilize. Раньше это делалось через трекинг в окне цветокоррекции. Теперь вынесли сюда. Логично, кстати, поскольку это относится скорее к эффектам, чем к цветокоррекции. Ну Stabilize что-то как-то оставляет желать лучшего. Или там уж сильно все тряслось изначально. Или тут есть какие-нибудь нюансы, надо еще поразбираться. Вообще Stabilize у DaVinci вроде был нормальный. Или я путаю с премьеровским Warp Stabilize. Ну и теперь собственно, что касается таких интересных фишек, которые мне понравились. Мне вообще все понравилось, но это понравилось чуть больше. Вот тут есть такая закладка, которая позволяет, по-моему Source Tape называется, которая позволяет просматривать все клипы, которые есть у вас в проекте, как один сплошной фильм. Причем он клипы эти разбивает, там есть такие полосочки, которые показывают границы. И вторая фича – это вот такое представление клипов в проекте, тоже дико удобное. Здесь по большей части статичное изображение, но если бы камера в реале двигалась, были бы какие-нибудь панорамы, это было бы видно здесь. А здесь, например, выбрав функцию Source Tape, можно включить ускоренное воспроизведение. Причем также по заверениям оно интеллектуальное. Длинные клипы он прокручивает быстро, короткие – медленно. Ну не знаю, не успел понять. Ну и последнее, о чем хочется сказать и что приоткрывает, на мой взгляд, замысел магов – это закладка «Стремительный экспорт» – H264, YouTube и Vimeo. И все. Нажали – выгнали. Даже намека нет на какую-то сложность. Вообще экспорт всегда обладал каким-то флером высшей математики. Какие-то там гоп, кадры, два или пять и так далее. А тут просто YouTube – экспорт. Все. Где-то я слышал или читал, что закладка «Кат» и это говорят сами маги, для YouTube-блогеров. Когда не нужен монтаж, а нужно именно чуть-чуть подрезать, чуть-чуть подклеить. И все здесь сделано для этого. Чтобы чуть-чуть, но очень удобно. Ну что, честно говоря, я думаю, что мы подходим к некоему краю с монтажом в DaVinci. И есть у меня опасение, что впереди маячит цветокоррекция в DaVinci. Цветокоррекции я боюсь, потому что это бездна. Поэтому, может быть, имеет смысл переключиться на Fusion или разобрать Fairlight. Пишите в комментариях, как вам кажется, что лучше, но помните, что цветокоррекции я боюсь. А еще подписывайтесь на наш канал, ну и любите друг друга. Спасибо. 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 Спасибо.